Куликов Игнатьевич не смог оправдать высокого доверия партии. А без партийного билета свою дальнейшую жизнь я не представляю. В моей смерти прошу винить только меня. Куликов… 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи. Открывай. Дорогая Инга, два года назад, когда я предложил тебе жить вместе, два года прошло. Ничего себе. В общем, я хочу, чтоб ты знала, я не из тех мужчин, которые боятся ответственности. Я с головой готов броситься в бездну, семейного уюта и тепла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Что случилось? Я ухожу. Я хотела сказать тебе об этом лично, и не хотела опускаться до уровня пошлых СМС. Подожди, я ничего не понимаю. Я... Я не могу больше. Должна быть какая-то причина. Инга. Я не хочу об этом говорить. Что? Да постой. Инга, постой. Я... Ну, что с тобой? А? Ну, что с тобой? Что с тобой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогая Ольга, не знаю, имею ли я право к тебе так обращаться. Наверное, нет. И ты поймешь почему, когда узнаешь, что я наделала. С момента твоего отъезда я живу с тяжелой ношей в душе. Невыносимо. Не знаю, простишь ты меня или нет, но я хочу признаться. И я, как и ты, очень и очень люблю Ивана. И поверь, моя любовь не меньше твоей, а может даже сильнее. Ваши отношения, которые так стремительно развивались у меня на глазах, довели меня до крайнего иступления о дикой ревности и черной зависти. А зависть, как известно, смертный грех. В том, что вы расстались с Иваном, моя вина. Я сделала все, чтобы это случилось. Но все это было напрасно. Иван любит только тебя. Тебе чего? Интересное кино. А чего это ты еще не собрана? Мы же договорились. О чем? Как о чем? Что в воскресенье едем на Курскую косу? Богданов, я не собираюсь никуда с тобой ехать. Ну, ты ж пообещала. Я так сказала только для того, чтобы ты от меня отвязался. Ты, Богданов, в рыбу прилипала. Отстань. Отстань. Не отстану. Я все сделал, как ты сказала. С тебя три желания. Первое. Мы едем на Курскую косу. Я помню, помню. Никаких поцелуев губы. Ладно, Богданов, я поеду. Подожди меня на улице. Милая, ты хорошо подумала? Не торопишься. Так будет лучше. Для кого лучше? Для меня, для Андрея, для всех. Так, ну, что случилось? Бабушка, я была у врача. Что? Я никогда не смогу уродить Андрею ребенка. Я не хочу портить ему жизнь. Господи. Я думала, что ты серьезная. Бабушка. Ну, что бабушка? Не у того врача ты была. О, Андрюша. Здрасте. Проходи. Ольга Ивановна. А я ж к вам не с пустыми руками. Вот. Вещицы принес. Кое-кто, ну, не будем называть имен, забыла свой фотоаппарат. А это все-таки, как-никак, ну, рабочий инструмент. Андрюша. Ты никак выпил. Какое-то на тебя не похоже. Да. Выпил. Это уже в курсе, да. Ладно. Пойду я. Меня ее здесь больше никто не ждет? Передайте ей, что я люблю ее. Он ушел? Ты считаешь, что я не права? Поступок твой не обдуман. Андрей не заслуживает такого отношения. Ты должна ему сказать правду. Подумай, пожалуйста, об этом. Хорошо, я подумаю. Подумай. Привет. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чем могу помочь? Здравствуйте. Я по объявлению учусь на третьем курсе исторического факультета. Вам ведь нужны помощники для составления каталога? Да. А я вас помню. У вас же еще такое необычное имя. Бригитта Саулита. Мои родители выходцы из Латвии. А могу я поинтересоваться, на чем вы сейчас работаете? Пожалуйста. Последний гроссмейстер Тевтонского ордена. Герцог Альбрех Бранденбургский. Это очень интересно. А как я могу вам помочь? Да вот. Материала много. Все из разных источников. Надо сортировать. А я уже совсем закопался. Внимание. Сейчас мельтит птичка. О, бри. Я поняла, я все делаю. Пожалуйста, познакомься. Мой добровольный помощник. Мы знакомы? Ну, ты имея в виду, денег он тебе все равно не заплатит. Могданов. Друзья, попрошу в кадр для репортажа студентов и преподавателей в совместной работе над научными изысканиями. Улыбочку, пожалуйста. Вы же целовались? Да, нет. Могданов. Что? Простите. Могданов. Пойдем. Простите, пожалуйста. Я нам прошу. По большему уважению к будущему профессору. Простите. Бри. Могданов. Могданов, стой. Что ты себе позволяешь вообще? Зачем ты здесь? А ты зачем? Сама к нему пришла? Или это он тебя позвал? Это тебя не касается. Касается. Что, влюбилась в него, да? Я видел, как ты на него смотришь. А еще я видел, как ты в библиотеке. Вырезала статью с его фотографии из газеты. Стоп. Я не собираюсь выслушивать. Вот весь этот вздор. Бри. Ну что ты в нем нашла, а? Могданов. Может, к нам ничего не будет? Ну, я же тебя не люблю. Я все равно не отступлюсь. Все равно ты будешь моей. Саулита Бригитта. Из Калининграда. Ты мне никогда не рассказывала, что была в Калининграде. Бригитта красивая. А кто она? Это моя давняя подруга. Настолько давняя, что я и имя ее стала забывать. Бабуля, это ты? Я. А что это за красавец рядом? Это твой дед. Мужественный подводник. Трагически умерший в Арктике задолго до моего рождения. А легенду про подводника придумала я, когда мама твоя была еще очень маленькая. Значит, не подводник. А почему ты все это время мне об этом не рассказывала? Да потому что ты не спрашивала. Бри, я тебе так благодарен за помощь. Да ты за неделю сделала столько, да я бы за месяц один не справился. А еще, я позвонила в Гурьевский архив, у них сохранились материалы по замку Нойхаузен, летняя резиденция Альбрехта. Я договорилась о встрече. Это очень интересно. А завтра мы едем в замок Шоакен. Там в подвале нашли колодец, в котором по легенде утопили алхимика Пауля Скалеха. Ну, за участие в заговоре против герцога. Я согласна. Я знаю, где вас искать. Магданов, нигде от тебя не скрыться. Уже шесть? Меня ждет подруга, я обещала с ней в кино сходить. Красивая? Из Ленинграда. О, интересно, а где вы познакомились? В Артеке, работали пионервожатами, там подружились. Замужем? Нет, Богданов. Ты слышал? Красивая ленинградка, не замужем. Я с тобой, из меня отличный провожатый. Удачно провести время. До завтра. Ваня, а как насчет того, чтобы к нам присоединиться? Ну, если это удобно, то... Привет. Знакомьтесь, это моя подруга Ольга. Что за дивное создание? А это Богданов. А имя у Богданова есть? А как же. Но Богданов предпочитает, когда его называют по фамилии. А это Иван. Любите читать? Обожаю. Я тоже. Значит, вы из Ленинграда. И чем вы там занимаетесь? Учусь на библиотечном. Ага. Ну... Так, отобрите. Богданов, сфотографируй нас, пожалуйста. Уличку подержи. Окей. Плотнее, плотнее. Красивая пара. Кто? Иван, и Бригитта. Никакая они не пара. Магдана. Ну, можно сказать, просто ее... Магдана! Да-да-да. Вместе работают над одним проектом. Ну, он работает, она ему помогает. А что за проект? Да, долго рассказывать. О чем беседуете? Как о чем? Исключительно о тебе. А, спасибо. Друзья, слушайте, а завтра ждите рыбака. Будут народные гулянии, не желаете посмотреть? Нет, мы запланировали поездку. Хотим поехать в Шоакен. Кстати, а вы любите старинные замки, их развалины? Очень. Правда, я их никогда не видела. Так, в кино только. А не хотите поехать с нами? Иван, Оля приехала сюда отдохнуть, а не мотаться в пыльных электричках и автобусах по области. Да нет-нет, мне очень интересно. Я с удовольствием. Ну, в таком случае я тоже поеду. Богданов, ни к чему такие жертвы? Тема моей диссертации – архитектура Древней Пруссии. Вань, ну скажи ей. А у кого билет? Мы сейчас в кино опоздаем. Пойдем. А дальше что было, расскажешь? Да, собственно, рассказывать-то нечего. Голову не сильно задрал? Нет. Еще раз. Ну все. При! Один кадр без очков. Так, композиция. Потом. При! Фотопортрет второго героя. Иван, позволите, я сфотографирую? Позволяю. Только не меня, а нас. Хорошо. Все на воду! Быстрее! Да как он мог оставить тебя с ребенком? О ребенке он не знал. Ну а почему ты ему не написала? Зачем? Он должен знать, что моя мать его дочка. А я его внучка. Столько времени прошло. Он, как и Андрей, имеет право знать. Правду. Ой, мы что, присядем на дорожку? Может, откажемся от этой затеи? Ни за что. Я лечу в Калининград и найду деда. Мне очень не хочется, чтобы эта встреча была истолкована дедом, как навязчивое мое желание встретиться. Конечно, Ольга Ивановна, я когда с ним встречусь, я ему сразу все объясню, что действую исключительно по своей инициативе. Вот мне кажется, Ольга Ивановна, что вы все еще влюблены. Не говори глупости. Вот тебе. Ну, удачи. Красивый медалью. Я сделал его сам. Этот символ я нашел в серебряной библиотеке герцога Альберхта Берденбургского. Какого герцога? Как? Ты не знаешь? Нет. Когда-то давным-давно герцог Альберхт решил организовать в Кёнигсберге библиотеку. Герцог был великий реформатор. Он приказал закупать книги, в основном по богословию. Самая ценная из них, пятиязычная библия, между прочим, была найдена вашим покорным слугой в подвалах Герденбургского замка. Специально для нее герцог распорядился изготовить серебряный оклад, украшенный символами и аллегориями на библейские сцены. В данный момент библия находится в историческом музее Калининграда. Вот как раз таки в ней я и нашел этот символ. Чего ты так смотришь? Как? Ну, пристально как-то. Потому что мне кажется, что ты мираж. Я боюсь закрывать глаза. Вдруг ты исчезнешь. Ты не закрывай. Ты выйдешь за меня? Ты не закрывай. Спасибо. Ты не закрывай. Ты не закрывай. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Инга. Скажите, а здесь проживает Бригитта? Здесь таких нет. Хотя, подождите, мы здесь живем второй год, а раньше здесь жила одна пожилая дама, я фамилию не помню. Соседи рассказывали, у нее была дочь Бригитта. А… Так она умерла. Как умерла? Подождите, когда умерла? Давно, лет сорок назад. Кажется, утонула. Я ничего не понимаю. Просто мне несколько дней назад пришло письмо, и я специально из Санкт-Петербурга приехала, чтобы ее найти. Иди. Я… Простите, я тогда пойду. Простите, вы знакомы с Ольгой Соколовской? Да, Ольга моя бабушка. Она дружила с Бригиттой. Вы что-то знаете? Это я отправил ей письмо от Бригитты. Мать попросила разобрать вещи на чердаке, которые остались от прежних хозяев. Я натолкнулся на чемодан. Мать попросила разобрать вещи на чердаке, которые остались от прежних хозяев. Мать попросила всегда в курсе «Олимпийский» и бригиттой, которая интересна от прежних хозяев, но с только от прежних хозяев. А имбаум, это не только однажды есть «Олимпийский» открытки. Это письмо было не отправлено. Мне показалось это странным. Оно лежало не в запечатанном конверте. Я его прочитал. А он ничего плохого не сделал? Да нет, вы что. Мам, мне просто показалось оно очень искренним и важным. И я решил, что оно точно должно дойти до адресата. Только конверт был старый, авиа. Я купил новый, переписал адрес и отправил в Санкт-Петербург. Благодаря этому письму я узнала о существовании своего деда. Теперь я здесь. Только осталось его найти. Хотите, я вам помогу? У меня и транспорт есть. Да. Ну, ты уверен, что тебе это будет интересно? Конечно, уверен. Я ведь прочитал письмо. Там точно есть какой-то секрет, который нужно раскрыть. Ну, тогда завтра начнем. Да. Татьяна Викторовна, спасибо вам за угощение. Ну, я пойду. А оставайтесь у нас. Старший в рейсе, его комната свободна, вход отдельный. Оставайтесь. Да мне как-то неудобно. Удобно. Завтра же перевозите вещи. Ой, простите. Да. Секунду. Алло, да. Я прошу тебя, трубку не бросай. Нам поговорить надо. Где ты сейчас? Я в Калининграде. Что? Где? Прости, мне сейчас неудобно разговаривать. А чего вы такой грустный, Андрей Михайлович? Почему сидите здесь в гордом одиночестве? Послушайте, я хочу побыть один после тяжелой операции. Имею право. А вам что, заняться нечем? Что вам надо? Да ничего. У меня... У меня просто день рождения сегодня. Я вас пригласить хотела. Извините. Мы у сестры-хозяйки собрались чай пить. Леночка, постойте. Леночка, вы меня простите. Я правда не знаю, что на меня нашло, но, наверное, устал. Вот. Просили вам передать. А кто просил? Степанов. Из шестой палаты. Что вы берете, Андрей Михайлович? Его выписали уже на прошлой неделе. С днем рождения. Спасибо. Приходите чай пить. Тебе бы пошло. Смотри, что я нашла. Красивая песня. Это же Бродский. А что это значит? Старому архитектору в Рим. А что эта песня литься перестала, а? Богданов, что это? Это же след волка. Раньше здесь стоял прусский замок, Зокки. Когда тептонцы напали на Пруссию, они его разрушили и построили новый. Шаакен. Верно. В качестве рабочей силы использовали местное население. И наивные крестьяне верили, что если на еще не застывшем кирпиче отметить печать волка, волки проберутся в замок и загрызут вага. Магданов, сказки. История. А это, между прочим, очень редкая находка. А что такое шаакен? С древнепрусского соакен означает трава. Здесь все до самого залива в камышах. Откуда ты все это знаешь? Ну, как откуда? Он у нас умный. Он книжки читает. Это Иван. А это Бригитта. А что это за значок? Это меч герцога Альбрехта Бранденбургского. Он основатель Кёнигсбергского университета. В его честь даже называют университет Альбертина. Ты не слышала? Ну что, едем в университет? Угу. А точно есть? В нашем архиве хранится информация о всех сотрудниках, начиная с 1971 года. Нашла. Иван Николаевич Петров 51-го года рождения. Поступил в университет в 68-м. Закончил обучение в 73-м. Затем продолжил работу в качестве научного сотрудника, но в 75-м был уволен. А за что? Тут не указано. Извините, а можно узнать список его коллег? Секунду. Профессор Богданов работал с Петровым. Может, он в курсе? Спасибо большое. Спасибо. Ну, на сегодня все. Жду вас в понедельник. Победительная просьба не опаздывать. Я предупреждаю, пускать не буду. Извините. Профессор Богданов? Да. Профессор, нам нужна ваша помощь. Чем могу быть полезен? Нам сказали, что вы можете знать этих людей. Да. Как летит время? Бригита. Бригита. Когда-то я был влюблен в эту девушку. Добивался ее расположения. Но случилось несчастье. Она погибла. Утонула. А Ивана вы знаете? Да. Конечно. Мы были друзьями. Нет, еще раз. Нет, Павел Игнатьевич, а мне что делать? У меня горит работа. Без этих материалов я не могу двигаться дальше. Нет, Иван, и не проси. Без разрешения. Хранителя фонда редких книг. Я не могу тебе ее дать. У меня нет таких полномочий. Это же не просто книга. Это же музейный экспонат. Есть порядок. Вот когда Потапов выйдет на работу, тогда и приходи. А если Потапов будет болеть целый год, значит, придешь через год. Я же тебе сказал, придешь через год. Ну, это же бюрократизм, Павел Игнатьевич. Вы же директор. Что вам стоит распорядиться? Всего на два дня. Вань, я тебе сказал нет. Павел Игнатьевич, ну, вы же сами защищали диссертацию. Ну, должны меня понимать. Пожалуйста, под мое честное слово. Ну, ведь это я в прошлом году с группой волонтеров нашел ее в подвале Гагенбурга, когда работал на восстановлении. Ванька, Ванька, что ты со мной делаешь, а? Ладно. Если с ней что-то случится, партийным билетом рискую. Да, что с ней может случиться? Алла Викторовна, выдайте Петрову пятиязычную библию и возьмите с него расписку. Но как же так? Потапов на больничном? Пожалуйста. Под мою ответственность. Ванька, смотри у меня. А за что Ивана исключили из университета? Ходили разные слухи, поговаривали, что он был замешан в какой-то темной истории, связанной с антисоветчиной. Время было, знаете, такое. Какая история? Хищение ценной книги из фонда исторического музея. А что за книга? Пятиязычная библия 1483 года, Нюрнбергское издание Антона Кабергера входило в коллекцию серебряной библиотеки герцога Альбрехта. Из-за пропажи книги застрелился директор музея Куликов. Замечательный был человек. Иван продал библию за границу, за что был арестован в КГБ, осужден. Восемь лет строгого режима. С тех пор я его больше не видел. А можно полюбопытствовать, почему вас интересует его личность? Это мой дед. Ваш дед? Простите. Не следовало догадаться. А можно вас просить об удолжении? Ну, если что, узнаете. Держите меня в курсе. Спасибо. Спасибо большое. Если что понадобится, звоните, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Звоните в любое время. Ты расстроена? А как ты думаешь узнать, что твой дед вор? А может, и закончу на этом? Ну, неужели тебе не хочется узнать, что было дальше? Я знаю, что нужно делать. Мы дадим объявление в газету в вечерний трамвай. В обычную бумажную газету с телепрограммкой. Что-то в этом есть. Ой. Знаешь, мне в школе нравилась одна девушка. Но каждый раз, когда я ей звонил и от волнения начинал заикаться, она меня сбрасывала. Это было очень жестоко. Она ведь так и не дала мне шанса. Куликов выдал. Под мое честное слово и его ответственности. Иван, тебе звонили. Кто? Ну, с трех раз догадайся, кто. А, Ольга. Сказала, что буду ждать тебя в шесть тридцать около кинотеатра. Ага. Так, Богданов, на сегодня все. Завтра закончим. А это правда, что вы решили пожениться? Правда. Ух ты! Поздравляю! Так, внимание, фотоснимок, счастливый жених. Ну, Богданов. Улыбочку. Я тороплюсь. Поздравляю. Спасибо. Бри. Бри. Свяжись, пожалуйста, с лабораторией. Скажи, что завтра мы можем распечатать все фотографии. Фиксаж и папка фотобумаги «Уни-бром» с меня. Хорошо. Друзья, я убежал. Ты такая красивая, когда тебе грустно. Да. Ты такой красивый жених. Ну, она не берет трубку, Ольга Ивановна, я хочу понять, почему она уехала? Чего она забыла в этом Калининграде? Почему она от меня скрывается? Скажите мне правду. Андрюш, солнышко, ни ты, ни ваше отношение тут ни при чем. Это очень длинная история. Калининграде 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Я по объявлению. Это вы разыскиваете Ивана Петрова? Да. А вы кто? Вы его знаете? Какой целью вы его ищете? С личной. Вы знаете его адрес? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что? Представляешь? Он бросил трубку, не захотел разговаривать. Но в телефоне же должен был сохраниться номер? Я звонила. Он выключен. Ладно. Куда дальше едем? В архив. По стечении тридцати лет, если документы КГБ не были государственной тайной, то их должны рассекретить. А у тебя есть право доступа? Надеюсь. Видите, я член Союза журналистов России. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА План оперативных и следственных мероприятий по уголовному делу номер 47 на Петрова Ивана Николаевича, 1951 года рождения. 23 июня 1975 года по уголовному делу номер 47 Комитетом госбезопасности СССР по городу Калининграду и Калининградской области задержан. А 26 июня арестован гражданин Петров Иван Николаевич. Где она? Я тебя еще раз спрашиваю, где книга? Я не знаю. Что такое? Что случилось? Чего кричим? А вот, пожалуйста, пропала Библия Альбрехта. Может, еще найдется? Кто-то взял случайно. Случайно? А может, ты подумаешь в следующий раз, прежде чем говорить? Ей цены нет! А ты опять забыла закрыть кабинет. Во сколько ты вчера отсюда ушла? Я не помню. А что ты помнишь? Вань, пожалуйста, не надо на нее орать. А, ну простите. Просто у меня сейчас такое состояние. А может быть, ты мне скажи, что мне сказать Куликову, а? Я пропал. Гражданин Петров Иван Николаевич в течение десяти месяцев ввел переписку с гражданином ФРГ из Гамбурга, Томасом Тышлером. Из переписки выявлен интерес Петрова к материалам касательно прусской архитектуры. Петров неоднократно высказывал желание посетить ФРГ. В ходе разработки господина Тышлера были получены данные, что Томас Тышлер с 1954 по 1965 год являлся активным членом ультраправа немецкой партии «Свободы» – НПС. Новым элементом оперативно-следственных мероприятий явился тот факт получения анонимного письма в Комитет госбезопасности, приложение номер 28. В письме анонима убедительно сообщает, что Петров обещал Тышлеру обменять интересующие его материалы на редкий экспонат исторического музея, являющийся объектом культурного и исторического наследия СССР, пятиязычную Библию 1483 года издания. В ходе проверки был установлен факт пропажи Библии. КОНЕЦ 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 Скажите, могу ли я сделать фото этих документов? Да, пожалуйста. Считаю своим долгом предупредить, что все мысли и чувства Петрова направлены к чуждому враждебному Западу. Вел сомнительную переписку с гражданином Шерге Тышлером. И он неоднократно высказывал желание посетить город Гамбрук. Да, дела. Кто же был способен на такую подлость? Я думаю, это сделала Бригитта. Нет, только не Бригитта. Она его любила. Но она сама признается об этом в письме. В том, что вы расстались с Иваном, моя вина. Я сделала все, чтобы это случилось. Она могла написать донос, чтобы разлучить Ивана и Ольгу. Откуда у вас это? Это я нашел у себя на чердаке. Мы сейчас живем в доме, где раньше жила Бригитта. 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 Боже мой. Прошло столько лет. И зачем это я тебе понадобился? Дело есть. М-м-м. Звучит обнадёживающе. Богданов, а на что ты готов ради меня? На всё. А почерк Ивана по делу сможешь? Легко. Ну, тогда пиши. Милая Ольга, прости, что не пришёл в ЗАГС. Как ты уже догадалась, командировка – это только предлог, чтобы избежать этого разговора. Ты шутишь? Его арестовали, она даже не знает об этом. А мне сейчас не до шуток. Я хочу, чтобы она уехала отсюда навсегда. Ты так сильно его любишь, что готова совершить подлость? Богданов, а что ты хочешь взамен? Три желания. Илья, ухожу. Только никаких поцелов в губ. Три желания. Боже, гад! Ты номер заполнил? Да, да, вроде. Ты отсылай? Да. Да, Андрюш, чего хотел? Владимир Иванович, мне нужен отпуск на несколько дней за свой счет. Да ты с ума сошел. Чего? Завтра приезжает профессор Ларсен из Дании. Завтра? А ты забыл? Его интересуют наши инновационные технологии, и он лично хотел с тобой познакомиться. Это все, конечно, лестно, но… А что за спешность-то такая? У меня дело личного характера. Понимаю. Давай договоримся так. Ты два дня посвящаешь профессору Ларсену. Потом берешь недельку и решаешь свои проблемы. Здравствуйте. Лейтенант Волкова. Следователь, стажер районного отделения полиции. А мы вообще уже участковому все рассказали, а? А об этом я и хотела с вами поговорить. Я внимательно изучила видео с камер дорожного наблюдения и пришла к выводу, что водитель фургона намеренно хотел столкнуть вас в дороге. А это, извините, покушение на убийство, статья 105 УК РФ. Личность водителя установить пока не удалось. Скажите, у вас есть недоброжелатели? Я впервые в Калининграде. Я никого не знаю. Не было. А вы приехали сюда в отпуск или по работе, в командировку? По личному делу. Я думаю, это не имеет отношения к произошедшему. Ну, а все-таки? Я ищу своего деда. Если можно, поподробнее. Граждане Петров, каким образом ценный реалитет исторического музея, ком является пятиязычной Библией, оказался у вас? Библию мне распорядился выдать директор музея Павел Игнатьевич Куликов. Вы собирались ее продать? Нет. Куликов с вами в сговоре? В каком сговоре? О чем вы? Отвечайте на вопрос. Я пытаюсь. Библия мне понадобилась для работы над диссертацией. Спросите Павла Игнатьевича. Сегодня Куликов застрелился. И тем самым подтвердил свою вину. Вот его записка. Где Библия? Ее украли. Где? Когда? При каких обстоятельствах? У кого был доступ в кабинет? Я не знаю. Три дня назад я лично закрыл кабинет. Ключ находился только у меня. Вы переписывались с господином Тышлером? Да. И как вы хотели переправить Библию за границу? Я и не собирался ее никуда переправлять. Наша переписка носила чисто научный характер. У вас будет время подумать. Выпустите меня! Вы не имеете права у меня свадьбы сегодня! Его нигде нет. Мы тетуче сказали, что он уехал в командировку. Считать? Да. Милая Ольга, прости, что я не пришел в ЗАГС. Как ты догадалась, командировка это только предлог, чтобы избежать этого разговора. Ты можешь считать меня трусом, но я много думал о нас. И пришел к выводу, что возможно я поторопил события. Да, красиво. Кстати, а в приголе водится рыба? Не знаю. Русалки водят. На первой гербовой печати города Кнайпхофф была изображена рука русалки, протягивающая из воды корону. Ой. Кстати, о русалках вот и она. Следователь Лиза? Алло, да. Инга, здравствуйте, это Волкова. Я сделала запрос в МС. Ваш дедушка Петров Иван Николаевич с 1983 года по сегодняшний день проживает на хуторе Айн-Дидлер. С немецкого переводится как отшельник. Это рядом с поселком Некрасово под Гурьевском. Спасибо огромное. Что случилось? Дед нашелся. Дашь мне на несколько дней самопед? Это скутер. КОНЕЦБЕК А почему не назваться птички Кавказом? Кёнисбергом. Когда вокруг лишь кирпичи и щели, предметов нет, и только есть слова. Но нету пуск, но нету пуск, и раздается щебет. Но нету пуск, но нету пуск, и раздается щебет. КОНЕЦБЕК 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 Здравствуйте! Вы Иван. Я знаю. Меня зовут Инга. Я приехала из Санкт-Петербурга. Поздравляю. Я внучка Ольги Ивановны Соколовской. 1975 год. Вы помните Ольгу? Да послушайте! Я проехала столько километров, потратила столько сил и времени, а вы даже не хотите меня выслушать? Вы уезжайте. Это частная собственность. Да зачем вы так? Мне столько нужно вам рассказать! Ольга Ивановна КОНЕЦБЕК 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Оля, неужели ты всё ещё надеешься после всего, что он тебе написал? Ты готова нам все простить? Готово. Зачем же я вас познакомила? А все тут Богданова. Рыба прилипала. Так, Оля, собирайся. Нам пора на вокзал. Спасибо. Я подожду тебя на улице. Пойдем. В дом пойдем. Да. Хорошая фотография. У меня тоже такая есть. А вы не очень-то разговорчивый. Молчите. Мне все равно, о чем вы там думаете. Ну, хотите вы того или нет, но… Ты мой дед. Бабушка узнала о маме только, когда приехала в Ленинград. Сколько лет матерью твоей? В апреле было бы сорок восемь. Ее не стало, когда мне было четырнадцать лет. Ее сбил пьяный водитель прямо на пешеходном переходе. А как Ольга назвала ее? Марией. Чего ж она ничего не сказала? Она была обижена на тебя. За что? Так ты от нее отказался. Кто сказал? Это записка, которую бабушке передала Бригитта. Да не писал я никаких записок. Да кто бы дал мне, господи. Ну, почерк-то не мой же. Обманули они ее. Кто? Кто, кто? Бригитта с этим, с Богдановым. Богданов, собери свое барахло. Эй! Ну почему барахло? По-моему, мы прекрасны. Бри! Бри! Бригитта! Богданов, как ты думаешь? И Ивана отпустит? Не знаю. Завтра суд, закрытое заседание. Я хочу написать Ольге во всем признаться. Признаться в чем? В том, что мы с тобой натворили. Не мы, а ты. Это ты уговорила меня за три желания подделать его почерком эту пресловутую записку? Да. Я. Потому что я не хотела этой свадьбы. Я ненавижу ее. А я ненавижу его. И поэтому ты написал донос на Ивана в КГБ? А ты пойди докажи. А я не буду ничего доказывать. Только ты мог это сделать. Чтобы отвести от себя подозрение. Потому что Библию украл ты. Это не правда! Правда. Я видела, как ты ночью выходил из кабинета. Что ж ты меня не заложила-то, а? Богданов? А тебя совесть не мучает. Ври. Ты ж мне не выдашь? Нет? Бабушка сохранила его на память. Что здесь написано? Скандере траммен де люмине. Кот десантит. Ну, стало быть, стремись вверх. По солнечному лучу падающему вниз. Ну, к совершенству, стало быть. Красиво. Да. Только все уже в прошлом. Прошлое не вернешь. А если попробовать? Любовь – удел молодости. Я стар уже. Там наверху спальня есть. Я все равно спать не буду. Поеду, поищу бензин твоему скутеру. А утром ищай. Хорошо. Ах! 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 Алло, Инга! Есть новости. Я сейчас подъеду. Инга, я связалась с фондом университета и запросила дипломные курсовые работы Бригитты, Богданова и Ивана. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Экспертиза показала, что дипломная работа Ивана была напечатана на той же самой печатной машинке марки Эрика, производства ГДР, что и анонимный донос. Вот, посмотрите, буква П плохо пропечатывается, слабая пружина. Ну, как так? Не мог же Иван сам на себя написать донос. Ну, значит, это сделал кто-то другой на его же печатной машинке. Секунду. Сейчас, обожди. Ой, ё-моё. Слушаю. Алло, привет. Ну? Слушай, а какой марки была твоя печатная машинка? Как это, как Эрика, кажется. Кто-нибудь ей мог пользоваться? Нет. Точно? Постой. Это за, за неделю до ареста ещё. Ну, в этом, в фонде музея я работал. Составлял формуляры, эти акты, поступивших единиц на хранение. А машинка у нас сломалась, Москва была своя сломалась, она в этом была, в ремонте. Ну, я свою приносил, было дело. Кто мог ей пользоваться? Да кто хочет. Хоть и Богданов, и этот, Куликов, да кто хочет. Богданов? Догоняй! Эй! Бри! Выходи за меня замуж. Кто я? Тебя? Тебе всё равно, как я к тебе отношусь? Всё равно. Не смеши меня. Я ж тебя люблю. Давно. Ага. Да я скорее отоплюсь. Да я себе это придирай. А тебе ещё больше. Что ты хочешь? Не говори так! Не говори так! Не говори так! Я ненавижу тебя! Ненавижу, ненавижу! Отстань! Отстань! Я ненавижу тебя! Ненавижу! А знаешь, кто ты? Ты – ничтожество. Ты – мразь. Ты – гад. Ты – вор. Из-за тебя посадили, Ивана. Из-за тебя застрелился Куликов. Замолчи! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Замолчи! 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 Помогите! Помогите! Замолчи! 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 Я не понимаю, зачем вы снова пришли. Я же вам все уже рассказал. Значит, по вашим показаниям, выходит, произошедшее с Бригиттой несчастный случай? Да. Прошло больше минуты, я бросился в воду, чтобы ее найти, правильно? Да, все так и было. А что было дальше? Я ее нашел, вытащил на поверхность, стал кричать, звать на помощь. Там мужчина рядом был с семьей, воздушного змея пускали. Мы пытались спасти Бригитта вместе. Я не понимаю, зачем вы заставляете меня все это еще раз проживать? Богданов? Да. Вы любите кино? Смотря какое. При чем здесь кино? Что вы на это скажете? Зачем вы убили гражданку Саулитта? Это не так. Я не убивал ее. Я ее любил. Я клянусь вам. Это несчастный случай. Я не нарочно. Я любил ее. Пожалуйста, выключите это. Я не могу это смотреть. Я любил ее. Вы должны, вы должны мне поверить. Я вам ничего не должен. Вы убили человека. А уж намерен или нет, пусть суд решает. Вам грозит срок до десяти лет. Это произошло случайно. У меня мама завалит. Она не переживет, если меня посадит. Ну, товарищ следователь, умоляю, вы же не злой человек. Ну, должен же быть какой-то выход. Я не хочу. Я не знаю… Какая честь, она не уйдет. Да. Богданов назначил мне встречу. Ясно. Сегодня вечером, после лекции. Я с тобой. Да ладно тебе. Мне сама хорошо. Ну, береги себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очухалась? Где я? Долго спишь, красавица? Кто вы? А что происходит? Будем считать вопрос риторический. По какому праву вы меня здесь держите? Похищение человека – это уголовное преступление. Я закон не хуже тебя знаю. Меня будут искать. Никто тебя здесь не найдет на протяжении пяти километров. Никого здесь нет. Кто-нибудь! Помогите! Будешь кричать – рот скотчем заклею. Что вы хотите сделать? Ну, не убить же. С голоду здесь. Посидишь, подохнешь. А вот у меня теперь тихонько закопают. Что псих? Что я вам такого сделала? А не будешь свой нос совать куда не следует. Инга? Инга? Алло, лис? Инга пропала. Алло, лис? Инга пропала. Алло, не подскажешь, когда райцентр доехал? Отсюда путь не близкий. Да ничего, мы привычные, ты что я… Далековато будет. Дед! Как ты меня нашел? А у тебя ж этот брелок на ключах от дома-то. А ключей-то Ленькиного брата. А брат постоянно их терял. А Ленька ему впаял туда маячок, GPS. А! Понял, нет? Понял. Да ты моя хорошая. Рука отошла от него! Леня, не высовывайся. Симага, бросьте оружие! Первый рад сотруднику правоохранительных органов. Давно работаете? Мое первое дело. Молодец! Давай. Это что? В списке владельцев подобных фургонов была указана фамилия Симага. Такая же фамилия была у следователя, который вел дело смерти в Ригите. Такое совпадение мне показалось не случайным. Я сейчас. Спасибо. Гражданин Симага, вы понимаете, по какой статье вы обвиняетесь? Я вам напомню. Статья 126 УК РФ. Похищение человека с применением насилия опасно для жизни и здоровья человека. Можете не продолжать. Я все-таки как-никак юрист, хотя и бывший. Я внимательно изучила ваше личное дело. Вы отличник высшего политического училища МВД. В 1974 году вступили в должность следователя прокуратуры Московского района города Калининграда. Одно из дел, которое вы ввели, было дело о смерти Бригитты Саулитте, свидетелем по которому проходил Олег Богданов. Как я припоминаю, дело, кажется, развалилось из-за отсутствия преступления. Совершенно верно. Есть заключение. В таком случае, как вы объясните происхождение пленки, которую мы нашли у вас в доме при обыске в тайнике? Мы сделали цифровую копию. Хотите взглянуть? Нет. Я уже насмотрелся этой пленки. Вы шантажировали Богданова? Ну, согласился работать на КГБ. Писал доносы. В общем, дерьмо человек. Там же в тайнике мы нашли пятиязычную библию, ценность которой невозможно представить. Как долго вы еще занимались продажей антикварных изделий? Пока вот эта девочка не влезла в наше дело. И вот тогда Богданов запаниковал. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Если журналисты пронюхают, что я почетный гражданин города, профессор, декан факультета, директор исторического музея, сотрудничал с КГБ, поднимется шумиха. Мало ли кто с кем сотрудничал. Ты не понимаешь? Скандал спровоцируют проверки в музее. И выяснится, что в течение долгого времени из фонда исчезали ценные экспонаты. И накроется все. Бизнес, карьера, жизнь. Ну и что ты предлагаешь? Надо избавиться от девчонки как можно скорее. И учти, если меня возьмут, я один отдуваться не стану. Спасибо вам за все. Да что вы, не за что. Нет, правда, спасибо за помощь. И вообще, Леньке за письмо. И не думайте плохо об Ригите. Мы не должны ее осуждать. Любовь, такое чувство, им сложно управлять. Многие люди совершают ошибки. И лишь немногие готовы в них признаться. А я не осуждаю. А кто заказал такси? Я не знаю. А сам делаешь? Здравствуйте. Я люблю тебя. Я очень боюсь тебя потерять. Я понимаю, что в последнее время я был зацикан на своей работе. У нас обязательно будут дети. Я люблю тебя. Художественные музеи. Ну, а это могила Канта. Извините, что без приглашения, но у меня уважительная причина. Понимаете, моя внучка… Наша внучка… …кое-что оставила. И я хотел бы вернуть это владельцу. Владельцу. Вот. А ты просто как мираж. Боюсь глаза закрыть. Закрой, ты исчезнешь. А ты не закрывай. Так, очень хорошо. А еще немножечко покучнее. А где Ань? Аня! Ань, бегу! Идем та же. Все, села. Вот сюда, все друг к другу. Супер! Супер! И улыбаемся! Так, и特е, села. В cloth wom� Тенковых ген. А сейчас впечатляем, Пisas – он. Се fate, в ими. Н sudden за桶. А new кSerей, historical живет... Не уши, пока не переж Baron, достаточно просoms Meyer. Субтитры создавал DimaTorzok